Слово для заключения предоставляется представителю партии левых эсеров, товарищу Комкову. Товарищи, всё сказано на этом съезде. Если я сейчас, тем не менее, пользуюсь заключительным словом, то только для того, чтобы ясно перед лицом трудового крестьянства и пролетариата, собранного здесь, обосновать ту позицию, которую заняла партия левых эсеров в связи с текущим переживаемым нами трагическим моментом. И если, товарищи, мы берём на себя смелость перед лицом этого трудового парламента России сказать, что мы все наши силы, которыми мы располагаем, всё то влияние, которое мы имеем в трудовом крестьянстве и пролетариате, бросим на весы, чтобы оказать вооружённое сопротивление натюзку империализма, то мы понимаем, что берём на себя ответственность не меньшие, чем те, которые, исходя из своеобразного анализа русской действительности, думают, что у нас нет иного выхода помимо капитуляции и принятия условий, навязанных нам германо-австрийским и международным капиталом. Самый сильный аргумент, который здесь перепевается на все лады, который я слышал приблизительно раз в 200 или 300, гусиный ход, кажется Лениным, это слово передышка, что нам нужна передышка, что во имя всей этой передышки мы всю эту музыку и затеяли. Так вот скажите нам, скажите, что такое передышка? И сколько она продлится, чтобы мы знали, стоит ли на неё идти? Сколько? Недели, две, три, один день? И не будет ли эта передышка одышкой, в результате которой задохнется весь революционный пролетариат и вообще вся революция? Мы требуем ответа на эти волнующие вопросы. Наша партия, вся страна с условиями мира не приверится. Мы будем бороться, чтобы они на практике не были осуществлены. Если же, товарищи, капитуляция будет проведена, если мы действительно пойдём на эту передышку и сдадимся на милость победителя, тогда не может быть и речи о возможности возрождения русской революции, о возможности поднятия на ноги советской России, о возможности удержания всех её завоеваний. Первую эти перспективы мы считаем самой утопией. Но, товарищи, мы не можем этого допустить. И поэтому, только поэтому, мы, партия левого революционного социализма, перед лицом революционной демократии объявляем совершенно открыто, что мы оружие не сложим, что все наши силы мы направим туда, где идут бои, чтобы оказать вооружённое сопротивление всякому международному империализму. Ибо мы знаем, что в тот день и час, когда Россия признает себя побеждённой, надо поставить крест над русской революцией, растоптанной, раздавленной, которой уже не будет революцией. И вот, чтобы этого не случилось, товарищи, мы зовём весь пролетариат и всё трудовое крестьянство на путь вооружённого сопротивления, ибо советская Россия капитулировать не может. Заключительное слово предоставляется товарищу Ленину. Товарищи, все выступавшие здесь ораторы, говоря о мире, который они с наших слов называли позорным, тяжким, унизительным, похабным, противопоставляли ему войну, благородную, священную, отечественную, революционную, непримиримую и так далее. Все ораторы, движимые теми или иными побуждениями, об этом мы поговорим позже, сформулировали создавшееся положение таким образом, будто бы у нашей революции есть только одна дилемма, одна альтернатива. Или унизительный, похабный мир, или священная, революционная война. Но это ложь, товарищи. Что такое священная, революционная война сегодня, когда армии у нас фактически нет? Спросите это у солдат, которые войну видели не так, как интеллигенты, и которые очень хорошо понимают, что легко только картонным мечом махать и речи говорить. Спросите это у солдат. Задайте этот вопрос, и они вам ответят, что такое голодную, разутую, раздетую, почти безоружную армию гнать против регулярной армии с высшей техникой. Это значит быть заведомо раздавленным с одной стороны, и это заведомо преступно с другой стороны. Это горькая, страшная, мучительная, унизительная правда, но она во сто раз полезнее красивых жив. Она понимается русским народом, у которого достаточно сил, чтобы выдержать какую угодно правду, но только не ложь, которая развращает, расслабляет и которая удел слабых. Итак, нет дилеммы мир или война. Есть дилемма мир или гибель советской власти. Что дает нам Брестский мир? Да тысячу раз прав Комков, когда он здесь повторил с наших слов, что мир дает нам передышку. Передышку для создания армии, для укрепления дисциплины, для ликвидации бахвальства и фразерства, для налаживания широкой организаторской работы. После четырехлетней, мучительной войны каждая неделя передышки есть благо. И совершенно в другом смысле выглядит Комков, когда он здесь спрашивал, а сколько продлится передышка. И если долго, тогда мы подумаем. Ну, как тут не вспомнить одно из речений. Оно, правда, и грубое, и невежливое, но зато очень точное. Один дурак может такой вопрос задать, что и десять умных не ответит. Каждый рабочий крестьянин отлично понимает, что нельзя задавать вопросы о том, чего знать нельзя. Передышка зависит от сотен факторов. И пока она есть, ловить ее для укрепления армии, для укрепления советской власти. Каждый серьезный человек понимает, что договор есть средство собирания сил, что договор советской власти не сорвет, ибо сути ее не трогает. Не сорвет, если мы сами ее не сорвем, какой-нибудь глупой авантюрой, наподобие тех, что предлагались с этой трибуны разного рода истериками, бившими на ваше чувство. Но настоящий революционер тем и отличается от истерика, что у него есть голова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОД par